Посылаю воздушный поцелуй. Посылаю его обратно. Многострадальная пара Джоли Питов наконец-то развелась в апреле этого года. А число? Я не помню. Я тоже. Мы помним. 12 апреля. Да, да. Опека над детьми совместная, имущество растащили, есть повод расслабиться. Тебе лучше снять каблуки, дорогая. Именинница спустилась с воинственных каблуков, теперь носит самые обычные белые шлепки. Неделю назад Джоли отметила 13-й день рождения Шайла, старшей дочери от Брэда Пита. Для Шайла был устроен квест в страшном подвале. Задача – найти выход. Я отказалась участвовать в этом деле. Вот найти папу – задача поинтереснее. Чьи это кеды в Венеции? Брэд уснул на водном такси. Он так и не нашел замену Джоли. Шарли Стерона провергла роман с Питом. И на Каннском кинофестивале Брэда не привлекла ни одна красотка. Хоть укладка была на зависть самому Ди Каприо. Так что рожки у Джоли только на съемках. Она снова сыграла ведьму Малефисенту. В иных обстоятельствах я сочла бы это угрозой. Нехорошо это. Что именно? Сомневаться. Скоро ведьмой ее назовут и пока еще милые дети. Когда вырастут, оценят, мама оставила многомиллионное наследство только одному – приемному сыну – Мэддексу. Это решение в сети никто не понял. Джоли не из тех, кто объясняет. Она кажется приятной дамой. Она не всегда такая. 44 года – главные красотки Голливуда. Ты прекрасная женщина. Я стала настолько скучной.